Инстардинг представляет Илон Маск Железный человек в реальном мире Знаете ли вы, что есть американские герои, которым ваша идея будущего не нравится? Нил Армстронг, Юджин Сернон, оба они заявляли о том, что вы разрабатываете коммерческие космические полеты, и мне интересно, что вы об этом думаете? Мне было очень грустно слышать это от них, потому что, знаете, Эти парни мои герои, так что это действительно тяжело Я бы хотел, чтобы они приехали и увидели всю тяжелую работу, которую мы здесь делаем Я думаю, что они изменили бы свое мнение Именно они вдохновили вас на это, верно? Да И каково это, видеть, как они бросают камни в вашу сторону? Это тяжело Ожидаете ли вы поддержки от них? Я надеюсь, что она будет Что вы хотите им донести? То, что я пытаюсь сделать, это внести существенные изменения в космические полеты И помочь сделать эти полеты доступными практически каждому Один из самых трудных выборов, с которым я столкнулся, был в 2008 году В 2008 году у меня оставалось около 30 или 40 миллионов долларов У меня было два варианта Я бы мог вложить все в одну компанию И тогда другая компания разорилась бы Или мог разделить бы все между двумя компаниями Но если бы я разделил все между двумя компаниями, они бы обе могли разориться Когда вы вкладываете свою кровь, пот и слезы в создание чего-либо Вы относитесь к этому, как к своему ребенку Вы же не позволите своему ребенку умереть от голода Поэтому и я не мог себе этого позволить В итоге я разделил деньги между двумя компаниями И, к счастью, обе они пришли к успеху Какой была ваша самая большая неудача и как она изменила вас? На нашем пути было очень много неудач В SpaceX первые три запуска провалились Мы едва смогли собрать достаточно оборудования и денег для четвертого запуска Если бы провалился и четвертый запуск, мы были бы разорены Мы сталкивались с множеством проблем Я очень сильно старался найти лучших специалистов для SpaceX Я изо всех сил пытался найти хорошего главного инженера Но хорошие инженеры не хотели с нами сотрудничать Так что пришлось мне стать главным инженером по ракетостроению Если бы я смог найти кого-то получше, возможно, у нас было бы меньше неудач После трех провальных запусков вы не думали бросить все это? Никогда Почему нет? Я никогда не сдаюсь Очень много людей пытались отговорить меня от создания SpaceX Это было безумие Один мой хороший друг собрал целую серию видеозаписей со взрывами ракет И заставил меня посмотреть Он просто не хотел, чтобы я разорился Казалось бы, мы делаем то, что просто обречено на провал Но у нас до сих пор все получается Пока вы один и у вас нет детей, время рисковать Но когда вы становитесь старше, ваши обязательства увеличиваются И как только у вас появляется семья, вы уже рискуете очень многим Тогда уже намного сложнее делать вещи, которые могут не сработать Так что пока вы молоды, рискуйте Я бы посоветовал вам сделать это уже сейчас Будьте смелее И даю слово, что в будущем вы не пожалеете об этом А как вы решили, что хотите основать автомобильную компанию И добиться успеха в этой нише? Ну, если сказать честно, то я не думал, что Tesla станет успешной Я просто смирился с тем, что мы потерпим неудачу Цель была изменить ложное представление о том, что электрический автомобиль Уродливый, медленный и скучный Если вы говорите, что не надеялись на успех компании То тогда зачем вы пытались? Если для вас это важно, вы должны сделать это Даже если шансы на успех минимальные Как вы себя чувствовали в тот момент, когда все вокруг говорили вам, что это безумная идея? Откуда вы черпали силы, чтобы двигаться дальше? Тогда я испытывал довольно сильный страх Я обычный человек, и это нормально Когда вы верите во что-то очень сильно Вы готовы на все, чтобы добиться своей цели Моя непоколебимая вера в будущее была намного сильнее страхов и мнений окружающих Только так в этом мире можно стать по-настоящему железным человеком Я считаю, что для долгосрочного выживания человечества нам необходимо осваивать космос Я думаю о том, какое технологическое решение необходимо для достижения этой цели И затем пытаюсь добиться как можно большего прогресса в этом направлении Также меня очень мотивирует то, что это создает ощущение приключений И вдохновляет людей на развитие будущего Если мы рассмотрим два сценария будущего То в одном из них мы навсегда ограничены Землей Пока в конце концов не случится что-то ужасное, и человечество не погибет И другой сценарий, где мы живем на других планетах Возможно, даже на тех, которые за пределами Солнечной системы И теперь скажите, какой сценарий вас больше вдохновляет? Именно это и заставляет меня просыпаться по утрам Жизнь не может быть постоянным решением каких-то проблем Иначе, какой в этом смысл? Должны быть вещи, которые нас вдохновляют Вещи, в которых мы найдем смысл жизни Должны быть причины, по которым вы встаете по утрам и хотите жить Почему вы хотите жить? В чем смысл? Что вас вдохновляет? Что вы хотели бы видеть в будущем? Если будущее не подразумевает присутствие среди звезд и межпланетную жизнь Тогда мы обречены Именно будущее за пределами Земли меня вдохновляет В этом моя мотивация Я мог наблюдать, как это происходит Но я выбираю стать частью всего этого Илон Маск Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok